Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну, сегодня, наверное, интересная тема печати смерти. Да, друзья мои, забавно. Действительно, приходя в эту жизнь, делая первые шаги, с одной стороны, мы делаем шаги в жизнь, а с другой стороны, мы идем к смерти каждый шаг. Каждый день приближает нас к окончанию пути. Есть начало, есть конец. Люди, как бабочки-одноневки, конечно, боятся этого конца. Они боятся всего, боятся всего неизвестного. Но на самом деле, если смерть, если что-то персональное, не просто остановка вашего существования как физического тела, а вот этот уход ваш, действительно ли приходит какая-то странная тень с косой и берет вас, хлопает ваше по плечу и берет, говорит, пойдем со мной. А вы шепчете, куда? Куда? А куда меня поведут? А где это? Да, может быть, еще чуть-чуть? Ну, дай мне еще день, дай мне еще неделю. Чуть-чуть, я еще не все сделал. Можно ли договориться со смертью? Сколько вот этих вопросов, друзья мои, сразу возникает, потому что каждого из нас волнует этот вопрос. Ну, может быть, совсем детей это не волнует, потому что дети знают. Дети знают. Подчас вы спросите у своего ребенка, там, трехлетнего, когда он еще только научился говорить. Он вам может очень много рассказать, если вы не будете думать, что вы такой взрослый и опытный, а это какой-то вообще юнец, который наивный, не понимает ничего. Как часто дети проговариваются, говорят, «Да, когда я был на небесах, папа, я видел тебя, тебе передали что-то». Запросто, вот каждый, ну, вы же не слушаете, вы думаете, ну, быстрее, быстрее, там, усунуть что-нибудь, там, есть, там, сопливый, там, будет вот это, это, ну, как бы еще только заготовка, это детенышам надо еще в школу сходить, там, что-то сделать, тогда это будет личностью. Нет, подчас личность уже тяжело переменить, она уже пришла сюда. И все это воспитание этого мира, это всего лишь некий такой тонкий налет, пепел, который, дыхание смерти смывает. Знаете, почему, когда человек попадает в какую-то, ну, в тяжелую ситуацию, к примеру, попадает в аварию, теряет, когда душа выходит из тела, в какой-то шоковой ситуации, почему многие не возвращаются? Потому что легкость, там легкость. Но это не значит, что вы должны торопиться, так как, знаете, какой-то клуб этих. Нет, вы должны пройти полностью все то, что здесь. Потому что здесь вы можете сделать многое того, что вы не можете сделать там. И очень важно прийти и дойти до конца, до своего, выполнить как можно больше. И в этом случае с ангелом или с демоном смерти можно договориться. Такие случаи тоже, мы же не слышим их. Они присутствуют. Они присутствуют в нашей жизни. Недавно я говорил с одним хорошим человеком, у которого недавно ушла жена. И ее уход был непростым. Непростым, очень непростым. И однажды, когда она была уже готова уйти, он увидел, да, он увидел эту тень этого человека в капюшоне. Да, дух, скорее, какой человек. И он не был злым, не был угрожающим. И он попросил, слушай, подожди, давай до пятницы приедут дети, простимся. Ну и тогда, ну все. И это существо мягко, грустно улыбнулось и кивнуло головой. Да, пожалуйста. Тебе надо, пожалуйста. Это будет. В каких-то ситуациях можно попросить год, можно попросить 10 лет, можно попросить 100 лет. Но эти годы должны быть осознанными. Не просто так. Не то, что вы там скажете, фу, все, он ушел, он ушел теперь. Гуляй, гуляй. Там будем сейчас... Там это как... Как это там? Нет, нет. Именно когда... Вот вы после этого, вы каждую минуту начинаете ценить. Вот как человек, вот понимаете, жизнь человека, который встретился с тяжелой ситуацией, такой вот критической перед смертью, часто очень меняется. Потому что он понимает, что, видимо, не просто так пришла вот эта ситуация трагическая, болезнь какая-то. Когда человек узнает, что у него сентябрное заболевание, он начинает не верить, мечется. Говорит, за что он не может. Нет, кто принес это в мою жизнь? Как от этого избавиться? Он его закручивает. И Грегор там врачей каких-то, они ему там дают советы. Сейчас мы тебя будем травить, сейчас мы там будем, мы все будем резать тебя. Ну, с одной стороны, да, это тоже аскеза все это пройти. А с другой стороны, самое главное, обернуться назад и спросить. А как? Почему? Ну, что неправильно? Почему мне пора уходить? Почему меня отзывают? Я что-то сделаю, делаю не так, я не так живу? Скажи мне, дай мне совет, что мне? Что мне сделать, чтобы еще остаться здесь, на этой планете? Я хочу жить, да, потому что вот эти все лентяи, которые, да что-то менее, надоело, скучно, все одно и то же, да, там какие-нибудь там тридцатилетние, если еще двадцатилетние, все уже известно об этом мире, противно, ничего здесь, все такое, какая-то дрянь, ничего не радует, не знаю, чем заняться. Ну, тогда придет смерть и подскажет вам, легко и свободно подскажет, чем вам заняться, чего вы не так делаете. Ну, оно устроит вам такую ситуацию, что вы, вы очень увлечетесь этим процессом. Ну, осознанность, друзья мои, это умение договариваться с этим пространством, в том числе, со смертью. Не каждый достоится тем, что у него есть своя смерть, что к нему придет кто-то и хлопнет его по плечу и возьмет, ну, если не косу, то такой маленький серебряный серп и перережет вот эту нить, которая серебряную, у кого-то она серебряная, у кого-то золотая, а у кого-то грязная такая, как эти коричневые или грязно-черные. Перережет эту ниточку, скажет, все, пойдем, пойдем за мной. Страшно? Да нет. А нет, смерть это ваш друг, а не ваш враг. И она может дать вам отсрочку. В чем-то, друзья мои, проявляются знаки печати смерти. Ну, у каждого по-своему, ну, примерно за год, за год до ухода, даже человек, если здоров, все в порядке, появляется вот это вот некое предупреждение. Смерть всегда предупреждает о том, что оно придет. За год, ну, примерно, да, там, не скажешь, ровно 365 дней. за месяц, за три дня. Перед тем, как, и душа чувствует, да, да, если разум не знает, душа чувствует, что человек начинает говорить, как начинает разум, начинает говорить. Даже если человек здоров, и должно произойти что-то, он говорит, что, ну, наверное, наверное, я уйду, наверное, я скоро уйду. Что будет, когда меня не связь не будет? Вот это бывает. Очень часто, если вы смотрите, если вы чувствуете эти знаки вселенных, не только для себя, но для других, и видите эти печати, темная тень за человеком, да, друзья мои, вот за мной некая темная тень. Может быть, это тень от свечей, а может быть, это смерть стоит, печать смерти. Бояться этого или нет? Нет, если у вас есть зачем и для чего, то вы можете подождать, да, вот для этого эти печати приходят, не для того, чтобы вас запугать, чтобы вы там дрожали, ой, ой, все осталось там 364 дня, что я за эти не буду делать, еще больше на бедокурю, или начну что-то, что-то делать и что-то исправлять. Нет, если вы просите у смерти отсрочку, она должна быть целевой, да, вот как целевое финансирование, которое обычно идет действительно не на те цели, на которые их направляют, так, целевое направление. Вы должны понимать для чего, да, для того, чтобы, может быть, вырасти детей, для того, чтобы кто-то из ваших близких не остался, потому что зависит от вас, да, даже ваши животные, в конце концов, для того, чтобы что-то изучить, что-то понять, набрать бытийную массу за это время, то, что вы там всю жизнь, там, гульбанили, да, и не понимали, да, вот за это время короткое, сколько вы попросите? Ну, вот сколько, насколько у вас совести хватит, сказать, дай 10 лет, дай 10 лет, дай мне 10 лет, или там всего лишь полугодика мне хватит, чтобы завершить свои дела. Очень важно завершить свои дела, потому что духов, которые потом болтаются здесь, очень много, непрекаянных, которым вроде не в рай, не в ад, ходят, ходят, ходят и говорят, расскажи, покажи, да, они ходят, ну, если ты их пускаешь сюда, можно открыть двери, здесь их набьется, знаете, сколько, которые будут говорить, да, там, передай, передай моим, передай моей, что я здесь, я здесь, да мне вообще холодно, мне страшно, здесь тяжело, мне холодно, мне все время холодно, здесь нету света, ну, иди к свету, нет, я боюсь, он сожжет меня, иди вниз, во тьму, ныряй туда, нет, там тоже, там страшные морды, да, посмотри на свою морду, она не менее страшная, чем ты, ты идешь к своим, ну, так иди, сделай выбор, либо туда, но там слишком жарко, там страшно, меня развеет, либо туда, и там, варись в этом котле, ничего в этом тоже нету, вселенная устроила, там, там, так сказать, канализация, там свет, боишься света, иди во тьму, но ты будешь ходить и дрожать здесь, потому что смерть так и не пришла, ты испугался ее, ты испугался, ты сбежал, не позволил ей сделать вот этот жест, перерезать эту ниточку, да, друзья мои, печати смерти, они разные, но они видны, они видны, и часто люди спрашивают, есть ли на мне печать смерти, как вы думаете, что вот на это ответить, человек ждет одно, а если другое, можешь ли ты ему соврать, или лучше просто сказать, не знаю, пока непонятно, подожди немножко, тоже ложное, тоже ложь, да, друзья мои, и как вы думаете, ангелы или демоны смерти, жнецы, кто это, кто это, это специальная организация, кому они ходят, приходит ли смерть к муравью, или к коту, да, или только к вам, или только к каким-то замечательным людям приходят, много вопросов, много, но разум задает вопросы, душа-то все знает, и на самом деле, память многих из вас, тоже знает, то, что некоторые из вас, возможно, выполняли эту непростую работу, потому что это тоже работа, тоже опыт, который душа познает, опыт умирать, и опыт забирать жизни, опыт сопровождать, кто каждый это делает по-разному, и к каждому придет своя смерть с этим капюшоном, кому-то, для кого-то она будет нежной и ласковой, для кого-то она будет ужасающе страшной, смердящей, отвратительной, для каждого по-разному, но это зависит не от нее, не от ангела смерти, не от демона смерти, а от того, потому что это одно и то же лицо, и ангел-демон, да, оно просто приходит лично к вам, возможно, друзья мои, я рассказывал вам некоторые истории, сказки, и в них можно понять отголоски того, что это за существа, как они позволяют, действительно, не помогают, помогают, не позволяют, помогают, особенно, людям, идущим по духовному пути, помогают, для них особое, если, действительно, вы шли по пути, и у вас есть много веха, и много, вот этого, бытийной массы, если вы не сумели, уйти в радужном теле, не каждому это дается, то вы, можете, станцевать этот последний танец, и, не только один ангел, а, может быть, и боги будут смотреть, потому что это завораживающая картина, это во мне балет Большого театра, это, в этом танце, Буин действительно показывает, всю свою жизнь, это не просто дердание, да, музыка вселенной раздается, и возникает дорога, путь, туда или сюда, но так ли это важно, ваш выбор, куда вы выберете, не туда, куда вас поволокут, за шкерман, за все то, что вы сделали, а вы сами скажете, куда я готов пойти, где, тот опыт, который я хочу получить, там ли он, хочу я ли отдохнуть, понижившись на облачках, наслаживаясь амброзией, или нырнуть туда, чтобы получить, еще, потому что у меня есть силы, и возможности, чтобы оттуда вытянуть, что-то, и притянуть, привести эти души, да, или я просто для себя выбираю что-то, или для кого-то, или я опять хочу, я не наделал что-то в этом мире, я говорю, я хочу прийти сюда, я готов еще работать в этом мире, разные варианты, разные, насколько ваши личные силы, и так, то, что вы живете, и работаете здесь, что-то много, я говорю, наверное, много, 15 минут, а тема вечная, бесконечная, и с ней столкнется каждый из нас, спросите, спросите, хотя нет, вопросы задают разум, дух чувствует, все, драгоценные мои друзья, пока,